Друзья, мы очень рады всех поприветствовать, рады то, что у нас есть возможность вот так в простой обстановке поделиться многими мыслями, которые на самом деле волнуют всех нас. Вот мы собрали здесь удивительные Божьи люди, и мы сидим в этой студии, потому что нам не безразлично то, что видят наши глаза, то, что слышат наши уши, то, что слышат наши уши, и то, что то, где мы живем, с чем мы соприкасаемся, что мы переживаем, нас это всех волнует. Я на самом деле верю, что у нас получится очень удивительная, интересная и многообразная беседа сегодня с пастором Петром Чеботаревым, с пастором Василием Пархатюк и его жена Люба. Мы всегда рады гостям, мы всегда рады то, что мы можем сегодня многообразно мыслить. И в этом есть некое искусство, и пусть Дух Святой нам поможет, чтобы мы прям нащупали то, что хочет Господь, и оно послужило каждому из вас. Я верю, оно благословит вас. Начнем по порядку. Вот мне бы очень сильно хотелось, и я верю также всем людям, которые смотрят нас, вот так непринужденно, ненапряженно, свободно просто мыслить и делиться, наверное, просто состоянием. Своим состоянием, по крайней мере, я так хочу. Начнем как бы вот по порядку. У вас предстоит конференция. Конференция Race to Deliver. Это не первый раз вы проводите ее. До этого времени вы проводили ее у себя, скажем так, дома, в вашем городе Пасхо. Да, но вы хотите ее сделать в Сиэтле. Мой первый вопрос, почему Сиэтл? Ну, это наш штат, где мы живем. И Пасха как периферия считаем как материк для себя Сиэтл. Пастор, там столько церквей. Конференция на конференции. Почему именно там Race to Deliver? Есть много причин. И ответить просто вот так одним предложением, наверное, будет сложно. Но это будет наша церковная конференция с участием наших служителей. В Сиэтле 15, 16, 17 ноября в Федерал Вэй церковь Кейси-3. Это большая. Думаем, там где-то 3000 сидящих мест. Буквально коротко там будем проводить конференцию. Да, но вы посчитали, что именно нужно, есть необходимость для этого города и для тех людей, которые проживают. Позвольте мне ответить на этот вопрос. Я как житель конкретно города Сиэтла считаю, что это будет большим благословением для нашего региона. То есть вы были не один раз на этих конференциях? Я не один раз лично знаком с служением, с командой. И я могу сказать, что десятки, сотни людей из Сиэтла едут в этот маленький Пасха для того, чтобы побыть на служении, что-то взять, принести в свои церкви. Это большое благословение, что это служение придет к нам в город, и мы будем там. То есть вы были на этих конференциях, вы явно видели действия Бога? Многократно, многократно. То есть это уже не из уст только пастырей, которые организовывают конференцию, это уже как свидетельство. Я умышленно подчеркиваю это, потому что много разных мнений, много разных слухов. Но мы первые все вместе нуждаемся в Божьем, именно в Божьем. Мы хотим это не просто слышать и видеть, но в этом участвовать и это переживать. Я знаю, что многие ожидали. Я общаюсь с людьми, с молодыми людьми, пожилыми людьми, кто знаком, кто более вхож в интернет. И все ожидали. Неоднократно мы встречались с пастором Василием и говорили, как сделать так, чтобы наши люди, наши церковные люди познакомились глубже с этим служением. Не все имели возможность ехать туда, но сейчас мы действительно благословлены. Люба, еще раз, когда это будет числа, месяц, более конкретная информация? Конференция состоится 15-16 ноября в Сиэтле. 17-го. 15-16-17 ноября в Сиэтле, Federal Way and KC Church. У многих сразу вопрос возникает, в частности, я тоже задаю его. Вы преследуете после этой конференции открывать церковь? Мы преследуем открывать церкви, если как можно больше, но у нас нету таких сил и резервов, и в данном случае мы не преследуем. У нас есть библейская школа, которая систематически происходит наборы. Буквально две недели тому назад мы сделали выпуск 30 с лишним человек. И вот в это воскресенье заезд на следующего набора. И молимся, просим Бога, чтобы довести нам библейскую школу до нескольких сотен студентов. И тогда нам будет проще отпускать лидеры, которых мы сейчас имеем. Поэтому каждый имеет очень огромную для нас цену и вложены большое время и усилия, чтобы поднять. То есть, насколько я понимаю, если говорить конкретным языком, на данном этапе в Сиэтле церковь открывать не будете? Покуда нет. Я верю, что многие сейчас в этот момент выдохнули. И с удовольствием придут на вашу конференцию, которую вы делаете. Выдохнут. Пастор Василий, я имею в виду те пастора, с кем я общаюсь, они подражают и любят ваше служение. И я знаю, что многие хотели бы, чтобы вы пришли со своей командой в отдельную церковь и послужили. День, два, три вы как на этот вопрос? Нет, в отдельную церковь, я думаю, что это будет тот вариант, который выбран, что просто для церквей. Значит, послушайте, братья и сестры, я общаюсь с многими пасторами. Буквально вот недавно я возвратился с пастерской конференции. Беру информацию, спрашиваю, как в церквах происходят дела, что, почем. Наша церковь функционирует на английском языке. Церковь, hungry generation, если кто-то не знает, то мы как бы выдавляем. Костяк и основа нашей церкви – это славяне. Ну, на данном этапе у нас два потока. Первый поток в воскресенье в 9 часов утра, второй поток в 11.30. Люди приходят, и наша церковь состоит 80, может больше процентов – это уже местное население. За это время нашего существования из славянских церквей ни один человек не пришел в нашу церковь. Мы не заинтересованы тем, чтобы из кармана в карман. Это вот сотни людей, когда вы смотрите, это люди, которые приобрели спасение. Вот, драматическая перемена жизни. Удивляясь, что Бог сделал. Потому, общаясь с пасторами, вопрос покаяния людей, то есть принятия Иисуса Христа, получения спасения в наших церквях сегодня здорово опущен. Это мягко сказать. В славянских церквях, при наличии том, что наши церкви славянские обладают неописуемым потенциалом, это большие семьи, чего семьи американцев не имеют. 8 детей, 10 детей, 12, больше. Вот, моей жены-сестра имеет 18 детей, 12 сыновей. Вот, апостольская церковь просто в одном доме. Но, когда послушаешь пасторей, сколько кается людей, какое влияние нашей славянской церкви на население, которое вот выходишь из здания справа и слева, почти что налевое. Беседуя поглубже с пасторами, я встречаю где-то тупиковую ситуацию. Потому, то, что делает наша церковь, водное крещение на регулярной основе, библейская школа, ячеечная работа, воскресная работа, уличные, уличные, мы имеем такие вот, уличные организации, где молодежь выходит молиться об исцелении в парке. И та модель, которую мы практикуем в нас в церкви, молодыми лидерами, у меня 4 молодых пастора, я не проповедую, как пастор, не проповедую, думаю, года 3 уже в церкви. Я не касаюсь микрофона. Я говорю по-английски, я как с акцентом, я могу проповедовать по-английски, и я начал проповедовать по-английски, но я увидел так, что даже моя как будто вот такая более взрослая, потверже мысль, она имеет меньше эффекта, когда на сцене проповедует мой сын, которому 25 лет, 27 лет, или Влад 30 лет. Потому модель, пример нашей церкви, он оказался практичен. И по той причине мы хотим прийти в Сиэтл, чтобы побудить наш народ славянский, диаспору нашу, чтобы дать понять, что мы обладаем большим потенциалом, мы можем принести большие переменные влияния с нашими детьми, когда наши дети будут посвящены. Два моих сына пастора, и мой меньший сын, он молодежный служитель, потому это вот каждая семья имеет то, что я имею. Сыновей и дочерей. И огрешенников на каждого нашего ребенка хватает. Давайте мы попробуем вот так вот кропотливо по порядку некие вещи прояснить. Интересный текст Писания. Апостол Петр пишет, что время, время, то есть есть время начаться суду с Дома Божьего. Этот текст многие боятся, потому что они не понимают саму концепцию этого стиха. И то, что суд, это на стороне правоты, это наоборот, если мы смотрим, вот что-то, беспорядок происходит, реальный беспорядок, где нету справедливости, где не работают законы, мы требуем суд, мы хотим суд. Мы хотим. Когда человек чувствует, что ему нужна правота, то есть он ищет правды, он требует суд. Он прям требует суд. Когда человек делает неправильно, он избегает суд. Так вот интересно, что слово суд, это как порядок, божественный порядок. Время начаться Божьему порядку в его доме. И в другом тексте апостол Павел пишет, чтобы когда я прижду к вам, не нашел у вас беспорядка. И там он ряд разных, как бы, моментов описывает. И в конце говорит, чтобы не найти именно беспорядка. Что я верю, что чем дальше мы во времени, чем ближе мы приближаемся ко второму пришествию Иисуса Христа, а апостол Павел пишет, что церковь будет славной, то я верю, что будет сильнейшее вмешательство Бога через обстоятельства, ситуации, вызовы, как бы там ни было. Но мы все понимаем, что у руля церкви стоит Дух Святой. И мы должны возвратиться к Его господству, к Его водительству, к Его правлению. И это не мы, как бы, простите, таким языком говорю, рулим, а Он управляет. И я наряду со всеми обстоятельствами в мире, в церкви, в обществе, в семьях, когда наблюдаешь, я понимаю, что молчать нельзя. Нам нужно о многих важных моментах говорить, озвучивать. Может, я захожу как бы сдалека, но это очень важно. И я понимаю, что все равно, даже мы здесь сидим, мы можем поделиться своим познанием, своими мыслями. Мы не выступаем здесь как аналитики духовного мира и пытаться заменить работу Духа снова. Но мы все нуждаемся в Боге и мы все нуждаемся в Его водительстве. Андрей, знаешь, я вот, слушая тебя, смотрю несколько лет назад, может, и 10 лет назад и вижу такую картину. Мы достаточно долго строили миссии. Миссии хорошо. Мы достаточно долго строили реабилитационные центры. Это хорошо. Детские служения, детские площадки, разного рода мюзикл, но мы оставили фокус церковь, строить церковь Божию. Я имею в виду не мою личную, но Божию церковь. Да. Ну, о чем я хотел поговорить вот так со всеми нами, пользуясь возможностью, что вы в городе, это, наверное, вот коснуться духовной стороны церкви, духовная сторона церкви. Я недавно даже на посту у нас проповедовал и говорил мысль, чтобы мы оставались в огне, оставались, мы часто говорим, чтобы зажигались, а я прямо проповедовал оставаться в огне. И увидел такую картину, что каким-то образом, используя разную модель, обложку, мы как бы вытеснили Дух Святой. Оставили и работаем на крутую программу, на крутую картинку. И все оно тоже имеет место, но оно не главное. Когда тело без Духа, оно мертво, тело красивое. Оно может быть в форме, но если там нету Духа, одно из переводов Духа Святого словом руах, постоянное дыхание, то тогда тело не имеет предназначения и смысла. И на мой взгляд, пастор Василий, пастор Петр, то, что есть духовная сторона, есть видимая сторона, есть невидимая сторона, есть видимая сторона. И зачастую все невидимое, это как тайное происходит, а в видимом уже мы видим явные какие-то результаты. На мой взгляд, в меру моего познания, когда вытесняется работа Духа Святого, личность Духа Святого, водительство Духа Святого, в церковных программах первый показатель или первое, с чем мы соприкасаемся, мы видим, что останавливается покаяние. То есть, нету больше спасения. Мы видим, что фокус не идет на спасение. Все, теперь все поворачивается и все работает, как я сказал, на программу саму. И это страшное явление, когда я слышу о том, что сегодня столько, даже если мы не говорим сейчас за другие страны, мы сейчас говорим даже за славянские церкви в Америке, которых сотни, то в этих церквах нет больше покаяния. Неужели это нас не волнует? Неужели, как служителей, нас этот вопрос не волнует? Я не верю, что он вас не волнует. Поэтому вот вы и делаете акцент на это? Смотри, Андрей, братья и сестры, сегодня миру не представлена альтернатива. где-то испуг пришел в церковь при наличии волны многообразия информации, многообразия идеологии, философии. И где-то просматривается, что как будто человечеству не нужен Бог, спасение. Но это неправда, это обман. Там, где есть грех, и если греха еще больше, то больше плача, переживаний, скорби, разочарования, депрессии, неуверенности. Грех не лечит. Это правда. Потому рост греха во многих случаях напугал церковь. Пастыри, что как будто нету, что противопоставить. Нету, что предложить, нету альтернативы, что не клюнут. Это неправда. Это неправда. Чем больше греха, тем Библия говорит, возможность воспользоваться еще большей благодатью от Бога. Это только тогда жертва Христа, дисплей, раскрывается, когда грех есть. Его кровь была пролитая, чтобы покрыть, простить, призвать. Потому сила альтернативы в этом мире, она будет востребована Божья. И сказать, что люди не хотят спасения, это неправда. Это неправда. Это неправда. Жатва созрела. Иисус еще это сказал 2000 лет назад. Просто взгляд на эту жватую другой. Он почему сказал поднимите ваши глаза. Посмотрите глазами Отца Бога на эту землю. Жатва созрела. Потому что мы предлагаем в нашей церкви, когда мы говорим за это. Так мы не предлагаем, пасторе Василий, это не звучит с кафедры. Мы больше не говорим о спасении. Мы говорим о грехе. Мы говорим, я даже когда говорил не один раз, то мне ответ был такой, я ни в коем случае не хочу был такой, что так почему у нас каятся? Вот смотрите, вот наша молодежь кается, но это обычно касается детей опять верующих родителей, это мы перекаиваем своих, потому что они уходят в мир, но как концентрации в целом на спасение людей. Вы перед программой говорили, нам очень хорошо сейчас беседовать, по той причине, что у нас перед программой было три программы, потому что мы уже несколько часов в беседах, и у нас оно уже вытекает, и мы естественно об этом делимся, мы понимаем, что как бы самой концентрации на спасении нету, мы как бы перестали на этом акцент ставить, что предназначение церкви, это не просто миссии, Андрей поехал в Африку, там кто-то поехал в Кватамалу, а в целом церковь, город стоящий на вершине горы, свет этому миру, то есть это должно пропагандироваться с кафедры, а и оно ушло вообще с кафедры, мы используем какие угодно послания, но мы боимся затронуть то, что мы должны спасать людей, почему, а потому что если мы начнем спасать людей, они придут в наши церкви, а если они придут в наши церкви, нужно будет жертвовать временем, нужно выходить с комфорта, нужно заниматься судьбами, это драматичная работа, о которой вы говорите, у вас колоссальный опыт, поделитесь, пастор, это важно сегодня слышать, и мы не должны молчать об этом, смотрите, братья и сестры, спасение связано всегда с истерикой и фанатизмом, если нету в каком-то случае фанатизма и истерики, речь идет здесь не о спасении, а что вы имеете ввиду, это боятся люди, что это за истерика такая? Значит, это просто позаботиться, помочь, покормить, присмотреть, когда, вот расскажу такой грубый неприятный пример из моего дома, много лет тому назад, много лет тому назад, может 30 лет тому назад, случилось горе в моем доме, у моего отца, он трак-драйвер, шофер, и большая семья, он приезжал всегда грузовиком домой, дети выбегали навстречу папе, чтобы папа остановился в машину, подвез, провезти, потому что машина была чудо, и так однажды получилось, что заезжая во двор, сестренка моя пять лет не успела выбежать папе навстречу, из калитки сада выбегала, подбежала просто под заднее колесо, и насмечет, это слушать даже жутко, представьте себе, представьте себе, значит, истерики нет слов описать, значит, истерики нету слов описать, фанатизм, папа схватил ребенка, крик, бог, кто-нибудь in the universe, кто может помочь, конечно, сделаем все, заплатим, продадим, докопя, все сделаем, потому что вопрос жизни, да, вау, мощный пример, но это уже было невозможно, колеса уже прошли, но сегодня, когда мы живем, и колеса наезжают, еще есть возможность сватить из-под колес, вау, представьте себе, что вот кто-нибудь с соседей пришел, и когда вот ребенок у папы на руках, и, а мы себе там песенки поем, там трио, там, значит, на легке, никто не поверит, что это серьезно, если разговор идет о спасении, о жизни, супер, то там должно обстоятельство объяснить, что это серьезно, я услышал вашу мысль, что это серьезно, люди не поверят нам, что мы говорим, что мы ведем разговор о спасении, это может быть, церковь чем угодно занимается, но если там нет истерики, если там нет крика души, то ты людям, неверующим, не объясни, что там опасность, а колеса идут по жизни, наркомания, колдов, эти колеса подавила, давят каждый день, и давят по сегодняшний день, потому, если это не объяснено, что церковь это спасение, это не просто just care for people, вау, а это вечное спасение, если сегодня в этом должна быть истерика, ты должен это показать, чтобы люди могли поверить, что это правда, это сильнейший пример, я прям перешли позвольте мне приведу один пример, не такой трагичный, но тоже, который оставил для меня хороший пример, я знаю одну семью, близкую к моей семье, семью, где дочка попала в глубокую яму, все испытала, все испытала, и я помню состояние этой семьи на тот момент, весь дом был обвешан стихами из Библии об освобождении, Божьи обетования, освобожу, очищу, сделаю чудо, на каждом, на каждом служении просьба о молитве об этой дочери, все церкви вокруг молились, весь дом, вся семья была в таком состоянии остреме, остреме, освободить, желание свободы, почему, к твоим словам, потому что эта семья оказалась в этой ситуации, они видят проблему, скажу вам продолжение, Бог сделал величайшее чудо, сейчас прекраснейшая семья, двое деток, хороший муж, но все пришло на круги своя, нету тех молитв, нету ревности, почему, потому что проблема ушла из моего дома, из моего дома, я тоже говорил, я часто даже в проповедях упоминал, что заканчивая вообще понимание важности спасения, это чем мы должны заниматься, это не все, чем мы заниматься должны, но это одно из главных, чем мы заниматься, потому что оно потом вытекает все в другое, вот последовательность, но я говорю, это когда твой ребенок, ты знаешь, что твой ребенок, конечно, у кого-нибудь детей это сложно понять, но когда у людей есть дети, у семей, твой ребенок, ты знаешь, что он завтра погибнет, вот сейчас сам настрой, ты знаешь, он завтра погибнет, и ты его больше никогда не увидишь, где твои будут приоритеты, ценности, внимание, ожидания, все, у тебя теряется вид с твоего дома, с машин, с работ, с зарплат, с друзей, ты дышишь мыслью, ты прям ее дышишь, и если ты знаешь, что есть выход, и он зависит от другого человека, который может принести именно спасение твоему ребенку, ты всю ставку поставишь на того человека, ты будешь содействовать ему, ты будешь, ты все сделаешь, вот почему Библия говорит, как благословены эти ноги, которые несут, благовествование, насколько они нужны, пастори, и вот мысль интересная, интересная, что могут появиться другие люди вокруг тебя, которые скажут, вау, давай мы накормим твоего ребенка, ты скажешь, ну по сути, здорово накормить, но если это не приносит ему спасения, то есть как бы, благотворительная работа, она важна, но она не первична, мы должны сначала спасти человека, потом накормить его, а не просто кормить только, и так точно самое, я сейчас говорю, за духовную пищу, мы только кормим, но не спасаем, нам нужно, вот прям обратить внимание, чтобы, чтобы церковь, как вы сказали, вот с паникой, прям, наверное, осознала, истерикой, что, когда оно обосновано, логично, люди понимают, люди не поймут, люди не поймут, когда у тебя нет истерики, если это смертельный исход, они посчитают тебя, слушают, что-то ненормально, если разговор идет о спасении, и ты на холодке, тебя нужно проверить, да, три этапа Евангелия, я так беру в рамках евангелистов, Иван Креститель приходит, проповедует покаяние, периоды Иисуса Христа, покаяние, это фокус, Марка, идите, проповедуйте покаяние, это центр Евангелия, центр сегодня, евангельского служения. Я требую, пожалуйста, я работаю в больнице, я работаю с многими нашими украинскими, русскими людьми, и они мне задают вопрос, Люба, объясни мне такой вопрос, почему у вас дети, двое детей служителя, как так, что ваши дети все в служении? А я говорю, потому что мы дали место молодым служителям, мы подняли молодое поколение, почему ваши служители не дадут место молодым людям, те, которые могут перевернуть весь мир? Они говорят, за что ты говоришь? Если мы дадим, откроем двери для этого мира, то наших детей уберут. Вот как вы объясните это? Это все вопрос видения, и на самом деле духовной зрелости. Есть духовные глаза. Смотрите, братья, какая деталь. Каждый человек встречает по жизни массу информации и тупеет в фокусе, в видении, в цели. Затачивать, затачивать библейское видение нужно на постоянной основе. Охладить, сбиться с пути с толку, забрести традиции религии очень легко. Вырулить сложнее, взять ответственность сложнее, потому каждый пастор должен для себя иметь место, где затачиваю себя. Вот, допустим, я имею очень немало мест, где я себя затачиваю. Вот, допустим, я затачиваю себя таким случаем. Однажды я потерял мою жену. Ехал с твоего города Одесса с моим братом в Жигулях. Это было давно, мы только поженились. Маленькая машина. Была зима, только выехали из Одессы, а это было зимой, солнце заходит в 5 часов вечера. Люба разделась полушубком, легла на заднее сиденье спать, мы с братом спереди. Только выехали из Одессы, говорю, слушай, перед уже вечером давай выйдем где-нибудь по-легкому, там туалетов что не было в те времена, сойдем в сторону, и чтобы целую ночь ехать. Мы, я Люба толкнула и говорит, мы пойдем в туалет, ты не хочешь? Нет, это было в лесу. Ну, окей, мы себе пошли, там через сугробы пробрались, там на обочину в лес. За то время Люба передумала, встала и перешла в другую сторону леса. Мы возвращаемся, вот, смотрю на сидушки задние, иначе, как полушубок лежал, он спит там под низом. Вот, мы машину чик, и вперед. Она в тапочках, в халатике, зимой в лесу вышла, вот, и мы пошли. Мы едем час, мы едем два, мы едем три, мы едем четыре, мы едем пять, мы едем шесть, мы едем двенадцать часов. Благодать сошла, беседы идут. Двенадцать часов. Двенадцать часов мы едем, ночь уже перед утром, перед сарном, вот, брат спит, откинулся, а сидушки, что там то есть жигуля, там же три на три фито. Да. Вот. Я думаю, что долго жена спит. Я протягиваю руку назад, встряхнул, встряхнул этот, я руку, этот полушубок и провалился, не понял. Не понял. Вознесение. Ой-ой-ой. Я, короче, еду дальше, думаю, что-то долго еду. Встал, глаза закрывают, он, наверное, зайчики уже в глазах. Потом я еще раз, нет, не понял. Я бужу своего брата, говорю, слушай, жены нет. Он глаз один открывает на меня, ты чё, типа, не я, а ты. Ты же спишь на моей жене, там, поболи до ся. Он поворачивается, встряхнул этот, нету жены, то ты что? Мы продумали каждую секунду, пробили, где могли, заезжали на заправке, что только. Если могла выйти, то только с Одессы выезжали. Вау. я говорю о местах, как я затачиваю свой дух, что такое стресс, что такое истерика, что такое вопрос стоит ребром жизни и смерти. И двое маленьких детей дома. Вау. А на ночью, или навстречу ночи, в халатике, в тапочках, вот, если вышла там. Потому, смотрите, ну, это была истерика. Это просто была истерика. Первая истерика, восхищение церкви. Вторая истерика, значит, что, не стоял вопрос, мой брат, завези меня домой, и потом, что хочешь, то делай. Ну, для него, вот, есть такое христианство, есть и воля Божья, там, вот, времена были пробуждения, на время перестройки, если Бог хочет, знаете. Просто оправдать свою позицию. Значит, ну, передо мною там, воля Божья, не воля Божья, мне надо жену, да и все. Если даже не воля Божья, то она будет воля Божья. Потому, что ты осознаешь вопрос жизни и смерти. Если сегодня в сфере медицины миллиарды, бюджеты, триллионы на временную короткую жизнь, то если это правда, что мы говорим о вечной жизни, то люди нам не верят, что мы об этом, потому что там нет. Я разворачиваю машину и все. Мне надо, я продумал, как через газету, через радио, через прессу, через телевидение, через полицию, через бандитов, через кого, через... Жену надо найти. Если даже она мертвая, то ее надо воскресить из мертвых. Там вопрос не стоял даже воли Божьей. Друзья, передайте вот эту мысль пастырам. Если скаферы на кафедре пропал огонь истерика, правда о спасении, то там и не будет спасения. Как пастырам мы должны находить те места, где дух свой заточить, чтобы привести себя в трезвость. Это правда, что есть вечный ад, вечное мучение. Там богач до сих пор вопиет от капельки гуманизма, воды прохладить язык. А мы ведем так наши служения, что люди, которые заходят, трудно поверить, что это правда. По манере, что здесь происходит, напевы, трио, стишки, все такое, там не доведено дело до кипячения. Сейчас и все. Вау. У меня есть одна такая мысль, может это будет чуть-чуть изменит, но недавно я наткнулся на одну статью реформации. Вообще мне идея реформации нравится. Хочу вам сказать, друзья, когда я переступил порог вот этого здания, вот этой студии, я зарядился, я почувствовал дух реформации. Бог тебя благословил, пастор Андрей, веря, что отсюда пойдет что-то великое. Недавно я наткнулся на одну статью. В чем был или в чем состоял успех реформации Мартына Лютера. Вот, когда Бог ему открыл, когда он получил это откровение, мудрость, которая была от Бога, думаю, в этом человеке, в том, что он не пытался реформировать католическую церковь. Знаешь, он не вошел туда вглубь, вести диспуты, хотя диспуты велись, но не пытался изнутри католической церкви делать реформацию. Реформация стала строиться и расширяться вокруг католической церкви. Потому она имела такой большой успех и уменьшалась вот таким движением протентостатизма, что мы сегодня имеем. В чем моя мысль? Не думаете ли вы, что в ряда многих церквей сложно сделать то, о чем мы сегодня говорим? Потому что, когда церковь устроена, когда есть люди, когда есть здания, когда есть устройства, духовные вопросы, о которых мы сегодня говорим, они становятся второстепенными. Смотрите, Иисус только провозгласил о своем призвании, о своем божественном призвании в храм, в храм, вошел в синагогу, дали книгу, ду Господь на мне, все, я вам заявил, я имею откровение, имею помазание, я помазан на то, чтобы освобождались, открывались темницы, храмы, слепые видели, все. Вот у меня открыта Библия, Филипп пришел в Самарию. Какое движение Бог сделал через Филиппа в Самарию? Он не пошел в церковь, не пошел в синагогу, не пошел. В чем моя мысль? Может, легче вот 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 это движение вне церкви, чем церкви? То есть, вы имеете в виду, вне стен, может, вне стен, да, вне стен, скажем так, только через церковь. Ну, как вы думаете об этом? Ну, списать церковь это будет некрасиво, неправильно. Я думаю, что всегда церковь была открыта к какой-то новой волне и правильно, чтобы Дух Божий был ислит опять. Я думаю, что вот беседуя с пасторами и время от времени пасторы собираются, важно, чтобы на пасторских наших конференциях мы опять не побоялись этот вопрос поставить ребром спасения людей. Буквально недавно на пасторской конференции я задал этот вопрос в узком кругу вот таком достаточно известных лидеров и он пастор один сказал Василий, ты задал настолько больной вопрос, о котором мы боимся мыслить. Я говорю, ну, мормоны не боятся этого вопроса, эговисты не боятся этого вопроса, без Духа Святого, дорог, языков, исцелений, проявлений, они садятся, вот в нашем городе я приехал, было несколько общин мормонов, но посмотришь на образ их жизни, на их детей, на их семьи, как они дети пищачком, с рубежками к каждому дому, значит, почему это происходит, это не просто вот так, без ничего, там садятся просто мужчины и не говорят, знаете, Бог как бы хочет, вот, какая воля Божья, это просто периоды, вот, а они говорят, не периоды, а мы ответственны, вот, разнести наше заблуждение, где-то вот здесь мы хромаем, Духу Святому и нам, да, здесь нужно, чтобы нам пасторам, когда я приехал в Америку, меня просили братья стать членом церкви и предлагали, знаем, что ты пастор, будешь в служении, и я не согласился стать никакую церковь с нулевым английским, я был оставлен буквально всеми, возможно ли это сделать, то это возможно, вот, сейчас мы мировое служение, сейчас мы спим, интернет, мы и спим, мы и в служении, да, круглые сутки работают на нас, почему, потому что было в видении, без языка, без английского, и она работает, потому, пасторы дорогие, почему мы хотим конференцию сделать в Сиэтле, Федерал Вэй, 15, 16, 17 ноября, мы хотим, чтобы тем примером, который у нас есть, из Пасха, из деревни, показать, что, что, наши богослужения должны быть, должны выстроены быть так, как Христос в доме, когда Христос в доме, там трудно, там трудно сделать сортировку, навести порядок, Христос в доме, приносят, четверо людей приносят парализованного человека, они с какой стороны не заходят к дому, все двери, все входы в дом забитые, они, наверное, пытаются объяснить, послушайте, мы с такой проблемой, пропустите, кто-то, наверное, не пропускает, говорит, а нам домкер, что у тебя произошло, у меня своя нужда, у меня своя боль, у меня свой ребенок, у меня свой туберкулез, или кэнсер, мне нужно к нему добраться, и это получается целое, блокирует со всех сторон, надо довести так, что это не будто правда, это правда, есть правда, что Иисус в доме, и люди идут на фанатизм, вылазят на крышу, потому что они верят, что это правда, надо сделать собрание наше так, что вот это есть правда, но она не будет правдой, если мы туда не пойдем, в правду, не будешь изгонять бесов, и не будут выходить, не будешь молиться за исцеление, и не будет исцеление, присягайте ремни сейчас, мы сейчас начнем, дело в том, что ваша мысль, служение, дом Божий, церковь, это то место, где в центре сам Христос, амин, мы все соглашаемся, прощение греха, где двое или трое собраны во имя мое, я посреди, то есть он в центре внимания, на сём камне, на нём, хорошо, идём дальше, то есть мы понимаем, что модель и церковное богослужение, оно на самом деле должно быть вокруг личности, христоцентричным, да, но вы заметили, что как раз сегодня мы только нас в центре внимания другие вещи, но мы используем только пастор Андрей, так Филипп пришёл в город Самарийский и проповедовал им Христа, проповедовал им Христа, но мы сейчас говорим, что там, бесы с великим криком там выходили, люди проселялись и большая радость была в городе, если он в доме, всё происходит, хорошо, то есть мы говорим о том, что наши богослужения должны быть центрохристичны, то есть Христос в центре внимания, если на самом деле Бог среди нас, то невозможно будет оставаться там болезни, невозможно будет оставаться там, скажем, проблемам, то есть не психолог среди нас, а сам Христос среди нас, мысль вот в чём, пастор, сегодня, сегодня, служители, сегодня прям пропагандируется и мысль, что вот там исцеление, знамения, чудеса, это только для неверующих людей, а вот для верующих как вроде бы это не нужно, верующих у нас не болеют, верующих у нас проблем нету, у нас у верующих вообще как бы всё нормально, а то только у неверующих проблемы, получается вот что, если Христос среди нас, то люди не оставляют больных дома, люди несут больных в дом Божий, там где Христос, люди приходят, там огромные ожидания, а сейчас ожидания нету, в церковь пришли просто послушать красивую программу, ожидания нету, даже никто же не верит, что это возможно. Смотрите, братья, я сам баптист, я рос в баптистской церкви, просто церковь получилась очень харизматична, но очень правильно, чтобы в самой крутой харизматической церкви был пастор баптист, то вот я как раз таким и есть, меня раскручить непросто, я говорю следующие вещи об исцелении, лучше быть в купальне в Ефезде всю жизнь больным, но увидеть Христа, делающего для кого-то, но его увидеть, чем быть первосвященником в храме всю жизнь здоровым, откуда Христос изгнан, там служба на всех местах, но его сверхъестественные вещи, они удалены оттуда, он себя не являет, послушайте, если кто считает, что вот Бог всех исцеляет, всех освобождает, нету там больных, нету храмов, это неправда, Христу приписываются очень часто те вещи, которых Он не делал, я хочу тут прохладить всех харизматов или исцелителей, это не так было, я слушал одного критика харизматов, есть такое движение, такое движение strange fire, чуждый огонь, и он говорил так, я вот поверю, когда принесут человека, который с Агванистана с оторванной ногой, и если Бог, это будет чудо, если вырастет нога, но когда вырастет нога, ему это будет опять мало, он скажет, принесите человек, у которого оторвана голова, чтобы голова выросла, такого Христос не делал, Христос пришел грехом разбитый мир, дать вечное спасение бессмертной души, мы живем в разрушенном мире и теле, которое подвергается болезням, потому исцеление, сверхъестественное явление христианства Иисуса Христа показывает Христом не мусульманским, не яговистом, яговистом, потому что все Христа имеют, и мормонов, что-то Христа нашего библейского выделяет от тех Христов, мы не говорим о сплошных чудесах, потому что это неправда, апостолы все, если бы все в чудесах были бы, то избежали бы мученических смертей, но страдали, апостол Павел говорит, страдал и на море, и так, но в страданиях он встречал сверхъестественного Христа, Который все может, но это от него, это его суверенная воля, кого, когда и сколько, то, что воля Божья, есть, чтобы мы были здоровы, то это Божья воля, иначе всякий раз, когда мы идем к доктору, мы идем против Божьей воли, и когда мы берем градусник проверить температуру у нашего ребенка, мы нарушаем Божью волю, потому, что касается исцеления, это не это явление здоровья, и мы должны обращаться к Богу за здоровьем, не имея разницы, то ли это сверхъестественно Духом Святым, то ли мы молимся и идем к доктору, то ли мы за столом молимся Богу, чтобы благословить пищу, чтобы это послужило здоровью, потому воля Божья о здоровье она выражается, идите, исцеляйте, и что? И врачуйте, потому, когда мы говорим о Иисусе как центре, как центре в наших богослужении, я бы хотел, чтобы мы избежали тех вещей, которых в Библии мы не встречаем, приписываем его не было, тотальное исцеление, такого не было, Павел болел, оставлял больных людей, ну и Павел хвалился, что Бог сопровождал его силой чудес и знамений. Да, сегодня такая прям популяция вот и часто употребляется, вот они знамения хотят, знамением какое-то надо заменять. Интересно, интересно то, что когда я читаю даже вот Евангелие, по-моему, восьмая глава Луки, там, когда человек был сухой рукой, Иисус сказал ему протянуть руку, то есть парисеи все наблюдали, вот целая глава там идет, он исцелил, он там как бы явил свою как бы милость над людьми, то есть там были явные проявления силы Божьей в нуждах людей, вот это была нужда, и в конце фарисеи приступили и говорят покажи нам знамение, еще дают, еще мало, они даже не видели, у меня другой вопрос волновал, неужели сердце не дрогнуло ни чуть-чуть, когда они увидели, что человек мучился, и сейчас его здоровье возвратилось, Бог восстановил, у них даже не дрогнуло ничего, это точно самый момент, когда вы рассказываете, пусть с отрезанной ногой привезут и явят мне знамение, как бы вот такой радикализм, как бы докажите мне сейчас, вот таким вот образом, то есть мы другими словами, когда мы говорим знамение, то мы прям Богу указываем, как он должен сделать, и мы рядом не видим, и даже сердце не дрогает, то, что люди были там в нуждах, и Бог их восстановил, Бог их исцелил, наркоманов спас, здесь как бы проявлена Божья слава, все не в счет, все не в счет, вот нам дайте вот такое знамение, то я считаю, что вот такого рода вызов как бы там, ну Богу, это и есть та крайность, которую Иисус избегал, всегда не искушал Отца, Он не пытался им доказать что-то, Он пришел исцелить больных, благотворить, благотворить, восполнить нужды людей, и мы понимаем, просто в чем моя как бы была мысль, то, что сегодня мы учитываем, я не знаю, насколько вы наблюдаете и видите, но такое ощущение, что вот вся эта сила Божья, она нужна только до покаяния, а вот уже в церкви нужно только слово, и вот только слово, не бегайте за чудесами, не бегайте за исцелением, не бегайте за этим, а там что, не люди, а там что, внутри нет проблем, болезней, о том, что нету Бога внутри, который силен восполнить все нужды, то есть, и нету обращения, из-за этого мы сегодня больных оставляем в больницах, в домах, в других сферах, мы не несем их в Дом Божий, почему? А там нет места этому, там такая программа, никто не будет молиться за исцеление, там никто не верит даже в это, мы вытеснили веру в эту церкви, мы вытеснили эту силу Божью с наших программ, зато у нас крутой хор, у нас крутые стихи, у нас классная программа, классные школы, у нас все это нормально, все это на своем месте, никто там крайность не падает, слово на первом месте, в начале было слово, но везде мы видим, что Иисус проповедовал и везде там, где Он проповедовал, исцелял, изгонял, врачевал, нигде нету, что Он только проповедовал и не демонстрировал то, о чем Он проповедовал. Друзья, после кормления пяти тысяч Иисус переправился на другую сторону и написано, что жители той страны, взявших своих хромых, больных, принесли их в пустыню Иисусу. Представьте, какое ожидание было. Да. Да. Друзья, спасение людей возможно и люди в поисках. Нам бы не оказаться тем, которые сами не вошли и другим воспрепятствовали. Люди хотят быть спасенными. Люди не хотят радости из бутылки, от героина. Люди устали от разводов. Это все дележки домов, машин, финансов, всего остального. Потому представить альтернативу нужно не бояться. И как идет наше богослужение очень-очень важно. Мы должны быть всесторонне сбалансированы, смотреть, быть умными и Бог на нашей стороне. Мы говорим здесь не для того, чтобы навести осуждение, поставить безысходность. Мы не ответственны за весь мир, но за мир, где мы находимся в нашей окружении, мы действительно ответственны. Я почему говорю пастырь? Вот я сейчас два дня назад был в одном месте, там ситуация, это люди-служители, это, я не знаю, у меня там же крик духа внутри просто, это служители. Я пошел поздороваться, и первый вопрос, а вы молитесь за исцеление? Это из уст служителей, а вы молитесь за исцеление? Там ситуация. Это имеется ввиду типа осуждающий тон? Нет, как бы, ну вот сейчас привезут сюда больного человека, помолись. Вот понимаете, какая суть? А вы кто? То есть подставители? Ну, как бы там двояко. Получается, с одной стороны, мне хочется сказать, а вы кто? А почему вы не молитесь? Даже если вы там как бы имеете свои богословские мнения, ну, по крайней мере, уже возьмите Иакова, где написано, призовут пресвятерей, там помолятся за больного человека, там селеем масла, неважно. Ну, суть в чем, что сегодня это прям как-то выглядит как с таким посмешистом немножко. А вы молитесь за исцеление? Ну, давайте, как бы продемонстрируйте. Так, я первый не за крайность. Вот, и может я как бы сейчас так вот выражаюсь, я первый на то, что, ну, как бы, понятно, есть разница между моими поездками в Африку, есть разница между Крусейдами, есть разница между моей работой в больнице, в тюрьме, есть разница в Доме Божьем, в богослужении, в воскресном, служении, все на своем месте, но суть не должна уйти, мы должны силу Божью не вытеснить, а к ней тянуться. Иисус сказал, они не знают Писания и силы Божьей, ибо Твое есть царство и сила и слава и она во веки веков. Я про то, что мы не можем сегодня вытеснить Дух Святой, мы не можем сегодня вытеснить силу Божью, и так люди изнемогшие, понятно, что дьявол пользуется этими всеми моментами, навести беспорядки, массу крайностей разных, но в целом у нас есть Евангелие, мы не можем как бы стать в сторону, и мы не можем сегодня только проповедовать и не действовать. Евангелие это комплекс Божьей благодати для церкви. Если ты проповедуешь Евангелие, из этого Евангелия исходит исселение знаний бесов, чудеса и знамения. Это то, что Бог предназначил, это то, что Бог дал. Я хочу вернуться немножко назад, но если вы помните, лет 20 назад было маяцкое служение, маяцкое проповедение. Я могу гордиться тем или признаться тем, что я стоял у истоков, у начала этих служений. Все начиналось с молодежных служений. Простые молодежные служения пошли по нарастающему, по нарастающему. Я был молодежным лидером, у нас была хорошая поющая группа, у нас была возможность служить. И она выросла до того, что вот началось это большое движение. Действительно, это был период от Бога, и покаяния было много, но я там утвердился в Божьей силе бесцеления. Андрей и пастор Василий, послушайте. И вот я вернусь к тому поинту, что я... Бывали люди из числа пасторов, служителей на этих служениях, где сотни людей выходили на сцену, свидетельствовали об исцелении. Прошлые служения, вот настоящее служение. Люди расходились, уходили, и я слышал такие разговоры за... А что там было? Да ничего такого не было. Да пели, ну что, похлопали, да ничего там не было. Понимаете, вот я хочу сказать, что одни приходят и видят, у них открытые глаза, они на себя ощущают, они видят Божьи движения. Другие этого не видят. Поэтому сегодня, кто в церквях, особенно мы, пастора, кто проповедуем, мы должны знать, что Евангелие всегда сопровождается чудесами, знамениями. Амин. Вот я хочу обратиться к вам. Какое ваше послание сегодня? Вот сейчас не только по местной церкви, вот ваше послание бы к пасторам, вот что бы вы хотели сказать к церкви в целом, вот что, что, с чем вы живете сейчас, вот что на ваших устах, что вы считаете важным выразить и сказать, обратиться к людям целым. Вот есть ли у вас кричащие мысли, понятно, мы их сейчас затрагиваем, естественно, но вот ваше послание к служителям сегодня? Знаете, мое такое вот слово в сегодняшний день, что мы должны учиться от истории, брать уроки, потому что крайности мы не должны проигнорировать от генералов Божьих, которые мы можем знать, читать, и к сегодняшних служителей духовных, как мы выражаемся, или плотских, должен быть здравый баланс, нет большего чуда, как спасение людей, и исцеление здоровья, это штрихи Божьей благодати и помощи к нам, свидетельства о Его суверенитетной силе, о Его сверхъестественности, но мы многими скорбями нам нужно войти, мы должны знать, что у нас скорби по жизни, и в немощах мы помираем, но если нам оставить Евангелие без Его штрихов, то чем мы отличаем наши Евангелия от мормоновского, яговийского или мусульманского, тоже великий Христос мусульман, и они за Христа так дадут тебе, что мало не покажется мусульмане, но наш Христос есть намного больше, потому я хотел бы вот сказать мое слово пасторам, церквям, людям, что при многообразии сегодняшней христианской информации не впадать в крайности, быть очень христоцентричными, сбалансированными людьми, не пытаться в сферу процветания, забывая, что и бедных будете иметь с собой, не впадать в крайности изгнания бесов и слушаю ряд проповедников, все кроме дьявола позанимал, лжеучения, ереси, знамения, последние антихристы, и все сатанинское, дьявольское, дьявольское, дьявольское. Я поражаюсь, если так, в вашей теологии много бесов, то, где ваше изгнание их, это лучшее для вас, лучшее время для вас значит подтвердить свой взгляд. Зачем так много говорить о бесах, а вы не имеете изгнания? Что-то здесь не контактирует. Потому как христиане мы должны видеть много Бога, много Христа, много спасения, много прощения грехов, много спасенных людей. Того антихриста из знамений ждем, ждем, проповедуем, опасения, 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 а он еще не приходит. Мы не знаем, когда он придет. Потому быть христоцентричным, то, что Христос говорит, что написано и дано для церкви. Как я сказал, ну, выгоднее быть в купальне в Ефезде в числе множества больных, ну, увидеть Христа живого, чем в храмовой системе, где все по указанию, все по скеджилу. А Христос там места не имеет. Седдом остается. Скопише сатанинское сказал Христос. Мы не говорим о тотальных вот небиблейских взглядах, что не будет болезни. Да будете иметь скорби, будете гонимы за имя мое. Представите перед царями властью, не забудьте, что говорит, многими скорбями придется войти. Но встречать живого Бога, который разнится от Христа мормонов. Только философия. Вот. Потому пасторам и церквям не потеряться сегодня, не остановиться сегодня на том человеке, что он вот бесовизгонял и что теперь посмотри на него. такой же концепцией можно проверить. Христа. Потому что сказать, а твои 70, которые изгоняли беса, посмотри, где они сейчас. Они пьют и курят. Значит, Христос не от Бога. И исцеление не от Бога. А Иуда один из 12 изгонял бесов и исцелял больных. Значит, это учение об исцелении не от Бога. Вот такой концепцией надо быть очень сбалансированными людьми. Мы должны видеть, что это Божий. То есть, реальность все равно можно найти в любой стороны. Надо быть. Если стоит во главе спасение людей, чтобы прощены были грехи, чтобы проповедовать покаяние в грехах и в вечную жизнь в Иисусе через жертву Иисуса Христа, то там всегда Бог приходит своей благодатью. Я недавно встречался с одним влиятельным служителем. У него большая церковь, очень большая церковь. И что интересно, мы сидели завтракали, он говорит, у меня нет ни одной улицы в городе, чтобы я там не проповедовал. Ни одной улицы в городе, где бы я не проповедовал. пастырь большой мега церкви на постсоветском пространстве, он говорит, у меня нет ни одной улицы, где бы я не проповедовал. Он говорит, по сегодняшний день я себя настроил так, чтобы хотя бы одного человека раз в неделю приводить к Иисусу. Это говорит пастырь, который в большой церкви, который мог бы только с кафедры говорить, он сегодня лично сам приводит людей к покаянию, чтобы не потеряться, чтобы не потеряться и не перепутать мира. То есть он настолько, я когда услышал это, оно меня так тронуло. Я даже этого не ожидал. Это человек взял ответственность за территорию, которую Бог ему верил. И я скажу вам, вот поэтому я вижу, что у него постоянно каются люди. Он пример этому. Я думаю, если бы сегодня служители хотя бы раз в месяц кого-то приводили из мира, использовали возможности, вот где есть, потому что у нас же даже друзей нету мирских, у нас же мы же настолько делены от мира, что мы ничего не хотим общего иметь с этим. И мы не используем возможности, чтобы в реальность окунуться, соприкоснуться с реальным миром, увидеть, что на самом деле эти люди нуждаются в спасение, привести их к Иисусу, я больше чем уверен, что если бы пастыра, служители вернулись к сами, быть свидетелями и приводить людей к Иисусу, церковь начнет приводить. Слушайте, вот братья пастыра, кто нас слушает, передайте пастырам вашим. Пастыр обыкновенный человек, как и все мы. нужно затачивать себя на регулярной основе. Если не будет себя затачивать персонально, ты не можешь заточить, обострить ситуацию, поднять ее на этот уровень, что катастрофически стоит вопрос. Я, когда начинаю тупеть, гаснуть, я вот беру, включая на Ютьюбе свидетельство покаяния мусульман. Переход из ислама в христианство это очень болезненный. Я, когда слушаю свидетельства людей, в каких страданиях они добираются до Христа, и как они ценят, и как им грозит смерть, это вот называется, как у них почетная смерть, когда родственники что предал ислам. И люди платят эту цену. Это просто жизнь годами висит, годами висит, вот под угрозой смерти, меч висит, и люди идут, и ты послушаешь, Бог, это так люди ценят спасение, а мы сегодня охладели так, что это не колышет, мы другого мира не знаем, потому братья пастыра, не бойтесь реформ, не бойтесь перевернуть страницу, почитать по-другому, проснуться по-другому, в другом дне, скажут, нет, найдите те истории, найдите эти места, найдите те события, все свидетельства, поедите на те конференции, чтобы умереть и воскреснуть другим человеком. Но это радикализм. Другого выхода нет. Мы до этого говорили о балансе, а сейчас мы говорим о радикализме. Мы говорим о балансе доктора. Да, да. Знаете, то есть нужно быть радикально сбалансированным человеком, вот так, духовной личностью. Я вот, моя жена работает в больнице, я услышу. Я к вашей жене сейчас хочу обратиться с этой мыслью. У меня очень часто, вот, я затачиваю себя медициной, вот доктор приходит, пациент к нему, это просто не развлечение, и он берет, и он идет на то, чтобы болезнь убить до конца. Нет переговоров, там, компромисса, сгладить, сгладить. Все, он не ждет, покуда помазание сойдет, там, волосы дыба пойдет, когда Бог Дух Святой возьмет, руки заломает, поведет, вот, ничего этого нет, это про обыкновенное апостол Павел говорит, я знаю, кого я уверовал, все, закончено. Никакие там помазания, это все, нас списывают сегодня настолько, что ты смотришь, ничего в церкви не шевелится, и все по воле Божьей. Вот, а вот доктор пришел, и он берет, и он ставит вопрос, болезнь перекрыть, восстановить здоровье, все, вопрос закрытый. Почему, когда на временное физическое здоровье люди радикальные, когда стоит вопрос, когда стоит вопрос о вечном спасении, мы ничего не можем поменять в нашем ходе богослужения, люди приходят десятками лет, лет, те же самые песни, тот же самый порядок, так же ничего не получается, так же люди не каются, не планируем ничего менять. Кто это сказал? Пастор, ты хозяин, если ты так будешь вести бизнес, и у тебя годами ничего не, ты домой не приносишь, а жена выгонит из дома очень быстро, вопрос бы стоит, или деньги на стол, или пеньком из дома, почему-то, когда такое дело о духовном, значит, заработке, о духовных вещах, тут мы настолько опростоволосились, не знаем. Да, Люба, я вот знаю вашего мужа уже достаточно времени, вот, это очень радикально сбалансированный человек, судя по истории, как он оставил вас в лесу на 12 часов, мы не можем говорить о радикализме, вот, как вам так живется, как вы справляетесь, как вы справляетесь, вот, судя по тому, как вы так тихонько, внимательно наблюдаете за всей программой, вот, я понимаю, что вы достаточно зрелый человек, если ближе микрофон, вот, пастор Василий такой и дома? Ну, я скажу, что да, может и больше, мне кажется, что это началось с внутренней жизни его самого, как он начинал, я помню, когда мы приехали в Америку и мы жили в таком дубликсе, было подвал, чуть-чуть громче, подвал и было комнаты, и я видела не раз, как он уходил подвал и лежал часами пластом, просто лежал и молился, я иногда говорила своей, моей матери, говорю, я переживаю за моего мужа, чтобы ничего не случилось, я видела, когда он ходил один раз в сорокодневный пост, ничего не меняется, все на прежнем месте, он уходил в другой раз в сорокодневный пост, я говорю, на тебе одна шкура кости, вот, и когда один раз он молился в одной церкви, и Бог, а нас все оставили, нас осталось пару семей, он говорит, Люба, мы закроем церковь, я говорю, нет, у нас есть дети, которые окончили музыкальное училище, нам нужно их поднять, мы пройдем, когда я сдавалась, он стоял, и однажды, когда он молился в церкви, другой мы арендовали, и Бог ему открыл, ты должен поднять молодое поколение, и с этим поколением вы пойдете, из этого города пойдут другие служители, и я верю, что сейчас это время, что просто с нашей церкви, как мы провозглашаем тысячи глобалы и миллионы по всему миру, так оно и происходит, но это начинается с жизни служителя, у нас каждый день, каждое утро, с пяти часов открытия двери для молитвы, каждые три дня, каждого месяца посты, молимся, я надеюсь, что это только начало, просто Бог хочет поднять с каждой церкви служителей, молодых служителей, и будет большое пробуждение. Ну, вы хоть несколько слов скажите, чем закончилась история с тем лесом, вот, я услышал в сторону пастори Василия, а вы, что вы тогда думали, когда остались там, и ваш муж оставил вас? Ну, это была интересная история, потому что я выходила на дорогу, ну, и в халате, и в тапочках, они думали, что это какая-то, как сказать так, проститутка, все меня объезжали, никто не останавливался, но я бежала, я просто молилась, и бежала, я говорю, Господь, просто сохрани, потому что холодно, и когда ехала милиция, ну, она не может уже не остановиться, он приоткрыл чуть-чуть окно, говорит, ну, что, нагулялась? Я говорю, так как нагулялась? Я вообще не гуляла, я просто спала в машине, и говорю, мой муж пошел в одну сторону с братом, а я за машину туда, и говорю, так получилось, они мне поверили, говорит, заходи, мы тебя завезем, мы тебе найдем другого, я говорю, мне другого не надо, мне нужно моего мужа, меня завезли, подвезли к посту, и они уже передали на другой пост, что она здесь, и так я оказалась, конечно, часа, наверное, хороших, два с половиной, но я была там, в лесу. Вау, пастор Петр, вот то, что пастор Василий говорил, вот если есть мысль какая-то, наше время идет к концу, мы... Друзья, может быть, мы, ну, говорили о церкви с разных сторон, я хочу сказать, мое сердце, состояние моего сердца, я верю, я верю в силу церкви, у Бога есть инструмент на земле, это церковь, и я верю, что реформация в этом мире, трансформация этого мира обязательно начнется с церкви. Все пробуждения, все большие пробуждения в мире начинались именно с церкви, какой-то отдельной церкви, которая ревновала Богу, жаждала Бога, видела недостатка Божьего действия и начинали искренне молиться, Бог приходил, и начались волны пробуждения. Я верю, что сейчас приходит этот период. Иисус сказал, не оставляйте Иерусалим, сойдет Дух Святой на вас, и будете свидетелями прежде всего в Иерусалиме. Я верю, что для нас, да, наш дом маленький Иерусалим, наша церковь, где мы служим, где мы ревнуем, где мы молимся, это маленький Иерусалим. И что произошло после Пятидесятницы? Где покаялись первые три тысячи? Где покаялись первые пять тысяч? Где были первые исцеления? Где были первые воскрешения? В Иерусалиме. То есть, в моем понимании, это церковь. Но что произошло или что предшествовало этому? Молитва, жажда церкви в переменах. Все зависит от нас с вами. И закончу мою маленькую речь таким примером. Я его слышал, было мне лет пять, шесть, я Николаевич песенки проповедовал по радио. Так он мне запечатлелся в сердце. Он рассказывал, что где-то в Америке, наверное, в Сакраменто был такой случай. один старый пастор служил в одной церкви десятки лет, много-много лет. И как ты рассказывал о том пасторе, перед началом каждого воскресного служения он приходил за два-три часа и обходил всех соседей, звал соседей в церковь. Друг, приходи в церковь, ты живешь рядом, зайди в церковь, кварталами, кварталами вокруг. И все ему, глядя на старичка, желающего им добра, утешали его тем, что придем пастор, не беспокойся, придем. И однажды произошла трагедия, загорелась церковь, дым, пламя поднялось, пастор поднял свою семью, поднял своих детей, ведра, шланги, давай туши, туши, туши церкви, час, два, три. Когда огонь приутих немножко, дым рассеялся, он протер свой лоб, протер глаза и чудо, посмотрел вокруг, что молитвенный дом полный, и все с ветрами, все с лопатами, все что-то делали. И он, смотря на соседей, соседи сбежались, и он как бы так, с маленьким, с такой виной обратился к соседям, говорит, мне так печально, что вы пришли в мою церковь не в самый подходящий момент, я хотел бы, чтобы вы пришли, когда у нас хор пел, когда орган играл, когда я проповедовал за кафедрой, ну, а вы пришли, когда ничего нету, все сгоревшее. И кто-то из соседей сказал ему, пастор, не беспокойся, мы будем в твоей церкви, когда твоя церковь будет гореть, мы будем в твоей церкви, обязательно, все соседи. Это хороший сигнал и хороший пример. Если наши церкви будут гореть для Господа, то в нашей церкви и миряне и поведут своих больных, своих одержимых, потому что есть одно спасение, Иисус, а Иисуса проповедует церковь. Я даже песен такой написал, я буду гореть для тебя всю жизнь мою. Друзья, спасибо вам большое, пасторы, за то, что вы здесь, за то, что делитесь. Можно еще объявить. Друзья, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая ноября Federal Way Hungry Generation будет проводить конференцию. Мы будем делать ее так, как Иисус в доме. Будет проповедь к покаянию, будет проповедь к исцелению, к освобождению и к крещению Духом Святым со знамением иных языков. Будут молодые люди и, пожалуйста, приходите. Приезжайте, прилетайте, вам надо быть там. Сиэтл ждет вас. Welcome. Пастор, от меня лично большое вам спасибо. Я, для меня это большим благословением сегодня быть здесь. Слава Иисусу. Я знаю тебя, слышал о тебе, смотрю, наблюдаю за тобой, но хочу сейчас взять на себя роль царицы Савской и сказать тем, кто смотрит и слушает, вы благословлены, особенно те, кто работает в этом служении, что вы на этой территории, что вы служите миру из этого места, что вы служите этому мужу Божьему и он вам тоже служит. Вы благословлены, что слушаете его проповеди, вместе молитесь, вместе путешествуйте, вместе распространяется Царство Божье. Спасибо всему служению. Станьте партнерами этого служения. Этот человек, Андрей, очень посвященный человек. Мы знаем его из личных общений, не просто перед камерой, потому инвестируя в это служение, вы являетесь частью этой всей работы. Пусть Бог благословит вас. Спасибо. Я ободрился. Я ободрился. И после конференции, которая пройдет от Hungry Generation, я приглашаю, давай встретимся, спланируем какую-то конференцию от White of Fire в Сиэтле. Буду очень рад, буду очень почтен. Я благословен вами, я благословен вашей работой, а в целом мы радуемся работе Духа Святого через всех нас. Мы просто предоставляем свои тела в жертву живую. Пусть Бог делает так и кому угодно. Еще раз, 15, 16, 17 ноября город Federal Way пройдет конференция от церкви Hungry Generation Race to Delivered. Это поднять или взрастить, чтобы они освобождали освобождали на всех уровнях. Друзья, мы верим, это будет мощное движение Духа Святого. Не пропустите. Пусть никто не остановит, никакие слухи. Прямо сами приедьте. Мне нравится ваша позиция, пастор Петр, то, что вы участвуете во всех этих конференциях, вы там находитесь и это здорово. Если бы не моя поездка в Африку, не крусейд в Африке, я наверняка сто процентов тоже там бы был. Поэтому благословляем всех вас. Еще раз рады, что мы пообщались. Пастор Петр, пастор Василий и жена его Люба здесь с нами. Мы благословляем всех вас, ваши дома, ваши семьи. Будьте здравы, горите, усердие не ослабевайте и духом пламените. Господу служите. Встретимся в следующий раз в следующих программах. До встречи.